В поисках истины Автор сценария Хосе Игнасио Кабрухос В фильме снимались Роландо Чавес, Анна Каролина Лопес, Жаклин Михарс, а также Америка Алонсо У меня есть сын, его зовут Андрес Когда у него занятие, он уходит рано и возвращается очень поздно Он мне не помешает Знаешь, ты мне очень симпатична, я думаю, мы поладим У меня такое же ощущение Да Кроме того, раз ты будешь жить в моей квартире, думаю, я могу кое-что для тебя сделать Что? Я помогу тебе получить работу на ферме Кентана Ты серьезно? Да Синьор Мендоса вернулся из командировки и остался без секретарши Я могу устроить вам встречу, вы познакомитесь и договоритесь Софи, если ты это сделаешь, ты не представляешь, что для меня это значит Ну что там? Произошла ужасная авария, комиссар Я никогда не видел ничего подобного Комиссар, есть одна важная деталь, о которой вы должны знать Что именно? Даниэла Мартинес мертва Что ты сказал? Как это она мертва? Да, инспектор Погибла В аварии на центральной автостраде Все указывает, что это она, хотя не было идентификации Тело изуродовано до неузнаваемости Если тело изуродовано, откуда вы знаете, что это Даниэла Мартинес? Во-первых, комиссар, потому что нашли тело женщины Но мы осмотрели место аварии Нашли парик, косметичку Да, и самое главное Мы нашли сумочку, в которой было два письма Одно из них подписано Даниэлой Мартинес Этот автобус ехал в Каракас Он ехал из города Возможно, это она Возможно Мне нужен полный отчет А пока Даниэла Мартинес жива до моего уведомления Ничего не говорят о Даниэле Неужели что-то пошло не так? Алло Алло Да Педроса, как дела? Что? Минутку 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 О чем Малина хочет поговорить со мной? Какое я имею отношение к аварии? Не понимаю Хорошо, Педроса, хорошо Пусть он сам все объяснит Спасибо Авария, в которой погибла Даниэла Надеюсь, все получилось как надо Добрый день Добрый день Нет хозяйки этого заведения Я хозяйка, сеньор А другая сеньорита, которую я видел вчера И которая меня обслужила Она что, не хозяйка? Она тоже хозяйка Что-то еще? Нет, ничего особенного Я только хотел вручить ей этот цветок Если возможно узнать ее адрес или номер телефона Нет, я неуполномочна давать кому-то информацию такого рода Простите, я не хотел вас оскорбить Вы меня оскорбили Как вы посмели просить адрес и другие данные моей подруги? Если я вас даже не знаю Это привычка вашей семьи? При чем здесь моя семья? Мне кажется, вы возводите целый мир из одной песчинки Вы будете опровергать мои слова? Нет, нет, я только хочу Чтобы вы вручили своему компаньону этот цветок А об остальном я сам позабочусь Хорошо Спасибо До свидания Всякий раз, когда ты будешь сталкиваться со мной Ты будешь получать по заслугам Это станет частью мести За то, что пережила Даниэла Надеюсь, Иоланда не увлечется тобой Кентана Папа Спасибо А где Диего? В своей комнате Рассердился на меня Когда я собирала чемодан, забыла положить его альбом с фотографиями Он сказал, что хочет видеть нас каждый день Храни его, Господь Амалия, я очень сожалею На тебя столько всего свалилось С тех пор, как родился этот ребенок Все мы, начиная с жертвы, на которую пошла моя дочь Разлучившись с ним Пытались оградить его от страданий Но Теперь Вряд ли нам это удастся По крайней мере, пока мы не узнаем, где она Ты ничего о ней не узнала? Помог ли ей кто-то сбежать? Или она сама убежала? Нет Но я чувствую Что она рядом Совсем близко от меня И от своего сына Я боюсь за нее И за мальчика Амалия, я хочу тебе кое-что сказать Не знаю, может быть, это материнская интуиция Но у меня предчувствие относительно моего сына Элиаса Я готов Привет, синьора Солидат Никакой синьора Солидат Я тебя сто раз просила называть меня просто Солидат Подойди ко мне Он готов провести несколько дней с тобой Да Элиас будет каждый день водить тебя на прогулку А я буду любить тебя и заботиться о тебе А бабушка будет меня навещать? И тетя Тулия И дядя Маркус И Карола Конечно, мальчик мой Мы будем навещать тебя каждый день Веди себя хорошо Слушайся Солидат и Элиаса Ты меня понимаешь? Идем Солидат Я знаю, между нами были разногласия Особенно между нашими детьми Но, невзирая ни на что, ты любишь этого мальчика так же, как и я Его бабушка Амалия, я очень люблю этого ребенка Ты не представляешь, как он для меня важен Я знаю Я знаю Дорогой Береги себя Будь умником Вчера был не лучший день для знакомства Спасибо Я понимаю Ты работала с цифрами Я столько времени жила одна И прекрасно знаю, как это нудно заниматься расчетами Да, без этого не обойтись Прошу у тебя прощения, потому что нельзя оправдывать плохое обращение с человеком И тем более дочерью моей лучшей подруги Зато ты провела ночь на Софе Такой жест зачеркивает любую вину Я тебе благодарна, но отныне эта милая Софа моя Нет, сеньорита, ты должна отдохнуть У нас еще будет время распределить места в этом доме Мне бы не хотелось обременять тебя Но у меня большое желание поговорить о маме Я так редко ее вижу, что иногда чувствую себя чужой рядом с ней Будто я ее не знаю И это так странно Я могу кое-что сказать о твоей маме Она невероятная женщина, которая все свои поступки и все свои мечты Поставила на твое будущее Ее волнует только это Пожалуй, ей тоже нужно немного времени, чтобы узнать тебя Но как бы то ни было Что бы она ни делала Она посвятила свою жизнь Тебе Что бы то ни было и что бы она ни делала Как это понимать? Это просто манера выражаться Самое главное, что она невероятная женщина Честная Все ее поступки Ради тебя Я точно не знаю, что ты хочешь о ней узнать Но уверяю У нее огромный запас нерастраченной Любви Она его хранила, чтобы без остатка Вручить тебе Ты так говоришь, как будто очень хорошо ее знаешь и любишь Люблю Я тебе благодарна Мне тоже хотелось бы сделать что-то, чтобы вернуть их частичку этой любви, о которой ты говоришь Ты сможешь Я уверена Сочувствием и пониманием Это самое главное Возьми Иоланда Как ты думаешь, мама не будет возражать, если я приглашу домой родителей моей подруги? Думаешь, она согласится поехать к ним домой? Они так настаивали, когда я была там Они очень важные люди И мне бы не хотелось пренебрегать приглашением А что это за подруга? Как ее зовут? Верхиния Арисменди Арисменди А как зовут ее родители? Маму зовут Маргарита А папу? Раймундо Не понимаю, что за проблемы между Анной Верхини и тобой? Тетя, сейчас мне не до глупостей твоей дочери Карла Мои мысли заняты тем, что мне сказал Хосе Игнасио Не нужно воспринимать все таким образом Успокойся Ты понимаешь, что это значит, если этот ублюдок окажется сыном Хосе Игнасио? Нет, нет, я должна поехать и увидеть этого выртка Ты туда не поедешь Ты поедешь со мной ко мне Я тебе не позволю совершить это безумие Откуда ты знаешь о Арисменди? Я познакомилась с Анной Верхинией в Соединенных Штатах Мы вернулись вместе И я познакомилась с ее родителями Она тоже изучает журналистику? Нет, социальную педагогику Но мы венесуэлки и находились за границей Мы подружились Вы не настолько дружны, чтобы приглашать ее родителей к себе домой Стоило мне упомянуть о Арисменди У тебя изменилось лицо, голос Откровенно говоря, я чувствую себя неловко Да нет, ничего подобного Просто любопытство Они известные люди Для меня они, как и все прочие Конечно Привет Какая красивая роза Угадай, кто тебе ее принес? Пожилой мужчина, который приходил вчера Да? Точно Его отец Разумеется, я с ним обошлась, как он того заслуживает И как же плохо Ты знаешь, что он заслуживает плохого обращения Он принадлежит к той категории людей, которых я ненавижу Перла Сядь Сильвия Почему ты не скажешь маме, кто ее пригласил к себе домой? Вообще-то можно, хотя я предпочла бы послушать о загадочных мужчинах Мы тебе все расскажем Так кто нас пригласил к себе домой? Отец Анны Верхини, моей подруги И кто этот сеньор? Раймундо Арисменди Подтвердилось, что Даниэла Мартинес сбежала, переодевшись в сторону Некто Селина, бабушка одной из заключенных, потеряла удостоверение личности его И нашли у тела Даниэла Мартинес Это все? Также парик, письма, я имею в виду дактилоскопия Это невозможно Тело обгорело А челюсть Комиссара, взрыв был таким сильным, что от ее тела мало что осталось Извините Даниэла Мартинес Мертва Ты уверен? Я его видел, Альфредо Я познакомился с этим мальчиком случайно Он моя копия на этой фотографии Я понимаю, что ты делаешь драму из того, что скорее всего случайность Это не драма Да Возможно, это случайность Но случайность, которая заставляет задуматься Что ты хочешь сказать? Что? Альфредо Возможно, я единственный, кто заблуждался все эти годы Я отказывался принять правду Сын Даниэла Мартинес может быть моим София, я пришла вовремя? Виктория, ты очаровательна Конечно, ты вовремя Я уже все уладила Вручила твоей бумаге, кое-что добавила Знаю, что ему понравится Думаю, вопрос будет решен А встреча с сеньором Кентаной Сеньорита Герреро Очень приятно Надеюсь, вы принесли ваше личное дело Очень скоро вы будете работать в службе безопасности Моей секретаршей Рестрепо Ты заблуждаешься У сеньориты Виктории встреча с сеньором Хосе Игнасио Кентаной Я думал, вы будете уважать наше соглашение Какое соглашение? Вы лишь предложили свою помощь и, как многие другие Правда, вы сказали, что встреча с сеньором Кентаной невозможна А видите, для Софии это просто Конечно, я понимаю У одних людей больше влияния, чем у других Но вы не переживайте Это же не грех Я все равно вам благодарна Виктория До встречи ты должна заполнить несколько форм Извините, сеньор Это сеньор Рестрепо Начальник службы безопасности Садись, Алиас Спасибо, комиссар Я приказал тебя позвать, потому что с Даниэлой Мартинес произошло несчастье Что случилось? Твоя подруга Или невеста Или кто она тебе Мертва Даниэла умерла? Да Она попала в аварию на центральной автостраде Похоже, она пыталась уехать вглубь страны Лучше не буду посвящать тебя в детали Слава Богу Хоть я и не понимаю, почему ты так чувствуешь Я в порядке Элиас Я знаю, что сейчас не время Возможно, мы поговорим в другой раз Но скажи мне вот что Ты действительно не имел никакого отношения к побегу Даниэла Мартинес? Комиссар, пожалуйста Комиссар, вы меня знаете уже давно Все, что я делаю Я делаю правильно Так что, если вы так обо мне думаете Значит, вы во мне сомневаетесь Будь осторожен Сомнение Толкает на размышления Вот и хорошо Размышляйте Не думаю, что ты должен воспринимать все подобным образом, Хосе Игнасио Ты не знаешь, не можешь быть уверен Что ты от меня хочешь, чтобы я проглотил то, что чувствую Я удивлен Я много раз отказывался верить в то, что этот ребенок мой сын Ты пока не можешь утверждать Возможно, это простая случайность Я не утверждаю Сходство слишком разительное, чтобы быть простой случайностью Извините Синьор Мендоса, здесь девушка, о которой я вам говорила Девушка? Да, ваша новая секретарша, разумеется, если вы ее возьмете Вот ее бумаги Попросить ее зайти? Так тебе дали работу или нет? Конечно, дали На то он и шеф И к тому же мой друг Да, хорошо, что меня порекомендовали Я начну с черновой работы С черновой работы? Да Он мне сказал, что там начинают Расчистки того, что оставляют лошади После того, как поедят Маркос И ты позволяешь так с собой обращаться? Он неплохой человек Дело в том, что у него сложный характер Жизнь здорово побила его Как и всех Как и меня Но это не повод, чтобы издеваться над людьми И тем более над моим сыном Зверь всегда защищает своих детенышей Что ты сказал? Нет, нет, не начинайте снова Видишь ли, мама Я согласился на эту работу Потому что Мне нравится работать с лошадьми И если я должен начать с самых низов Я сделаю это Я докажу этому Элиазару Моралесу Кто такой Маркос Мартинос София говорила мне о вас Я просмотрел ваше дело У вас есть подготовка Чтобы занять это место Вы не пожалеете, сеньор Мендос Надеюсь Это серьезная фирма И персонал должен быть на высоте У меня есть амбиции, сеньор Мендос Я хочу сделать карьеру Хочу расти профессионально Я уверена, что здесь я Могу далеко пойти Как насчет времени? Я в вашем полном распоряжении Когда вы можете начать? Слово за вами Завтра утром Завтра утром Значит Добро пожаловать на фирму Кентано Сеньорита Виктория Виктория Герриро Я ненадолго поздороваюсь с Верхинией И отправлюсь на поиски этого сопляка Тебе незачем кого-то искать Ты останешься здесь А на Верхиния? Я знаю, Хосе Игнасио Это стала его идеей фикс Да, я его знаю очень хорошо Уверена, сейчас он думает только об этом сопляке Его он или не его Анна Верхиния Если бы я родила ему сына Меня бы это не волновало Этот был бы еще одним Вошел бы в историю Оставив небольшое чувство вины И несколько подписанных чеков Анна Верхиния Посмотри, она меня попросила привезти ее Потому что очень хотела увидеть тебя Привет Как приятно тебя видеть Я с первого взгляда понял, что ты необыкновенная И рад, что не ошибся Ну же, Альберто Даниэла Альберто Любил Даниэла До того, как произошло это несчастье Тулия, что с тобой? Ничего Я принес хорошую новость, Тулия Проведены все необходимые обследования Завтра мы будем оперировать Альберто Завтра? Да Возможно, скорее, чем ты думаешь Ты сможешь увидеть своего друга Совершенно здоровым Я думала, ты мне позвонишь, как только приедешь Я была занята Синьора Кентано Нет, нет Мне не нравится этот тон Давай поговорим откровенно Что ты имеешь против меня? Ничего Я устроила свою жизнь И не жалею об этом Я вышла замуж за Хосе Игнасио И посвящу ему всю мою жизнь Поздравляю Но знаешь, я тебе не верю Анна Верхиния, прошу тебя Карла, тебе не кажется, что ты чего-то не сделала? Что кто-то заслуживал объяснений? Это было много лет назад Да Но все равно, нужно объяснение или нет? Есть вещи в жизни, которые человек не планирует Я приехала сюда, жила в этом доме Познакомилась с Хосе Игнасио, влюбилась, вышла замуж То, что осталось позади Исчезло Ничто А кто? Ты хоть на минутку задумалась, что чувствовал мой брат тогда? Анна Верхиния Мне не нужны твои объяснения, потому что я все равно тебе не поверю Я знаю, что ты из себя представляешь Меня не обманешь Знаешь, что вызывает наибольшее сожаление? Хосе Игнасио заслуживает лучшей жены Синьор Арисменди, вернее, Рай Он попросил, чтобы я называла его так Говорил о моем таланте Он продюсер и работал со многими звездами телевидения С какими? Ну, сейчас я не помню Я не спросила, но он сказал, что ему хотелось бы заняться моей карьерой Санта-Барбара, ты заработала еще одну свечу А этот сеньор кажется серьезным? Амали, ради бога, серьезный ли он? Он пожилой, элегантный, величественный Вращается среди людей с деньгами и властью Но я не буду о них говорить Это меня не касается И для тебя он идеал порядочности Карола, я бы на твоем месте был бы осторожным Все, что ты рассказал об этом типе, похоже на китайскую сказку Будь осторожным Ты его не знаешь, Маркус, и не считай меня дурой Могу тебя заверить, этот сеньор честный и порядочный человек Я уверена в этом А вы продюсер? Да Шутка, которую я разыгрываю с одним другом Понимаю Значит, договорились Отныне и впредь, когда ты будешь снимать трубку, ты просто скажешь Алло Если ответит девушка и спросит Это ли офис телевизионного продюсера Раймунда Арисменди Ты скажешь да Договорились Раз вы так говорите? Да, я так говорю Никаких упоминаний о фильме, когда ты отвечаешь Понятно И до каких пор вы будете продюсером? Пока я не скажу, хватит В чем дело? Ты не можешь все время плакать Как будто конец света Иоланда, для меня это конец света Это наказание, которое мне посылают за мое прошлое Не говори глупости Глупости? Тебе кажется глупостью, что моя дочь знакомится с дочерью мужчины, который платил за мое тело Я тебе запрещаю говорить подобные вещи Ты должна уважать себя Ты же не мусор какой-то Как я появлюсь перед человеком, который покупал меня С высоко поднятой головой, как достойная мать Как я появлюсь перед мужчиной, который меня использовал, унижал Что мне делать? Я мусор Я так не говорила Конечно, нет Но это как раз то слово, которое мне подходит Я не хочу, чтобы моя дочь думала так обо мне Ты причиняешь себе вред Вред я причиню дочери, если я пойду туда Перла Это должно иметь свое решение Какое? Что мне сделать? Содрать лицо, чтобы не осталось черт той, которая продавалась? Но и этого было бы недостаточно Я согласна на любую муку, даже на смерть Но я не хочу, чтобы моя дочь прошла через этот позор Я в отчаянии Я хочу изменить мое прошлое и мое настоящее Но как это сделать? Даже имея тяжелую неизлечимую болезнь, есть надежда А я больна виной И не могу этого изменить Что мне делать? Мне бы хотелось, чтобы моя дочь обходилась без меня Господи, помоги мне, прошу тебе Я сделаю все, о чем ты меня попросишь Пусть мою дочь не затронет мое прошлое Знаешь, что мне сказал сеньор Миндосо? Он очень удовлетворен встрече с тобой Ты произвела хорошее впечатление Я рада Надеюсь, я его не разочарую Конечно, нет Он серьезный человек Немного ворчун, но в то же время добрейшая душа Надеюсь, с завтрашнего дня все будет хорошо Конечно Если ты постараешься, это дойдет до сеньора Кентано Почему? Миндосо правая рука, сеньора Кентано И совсем неплохо рассчитывать на поддержку и одобрение шефа Конечно Это мой сын Андресито, сделай потише музыку Иди сюда Привет, мама В чем дело? Дело в том, что ты оглохнешь Кто эта дама? Это девушка, о которой я тебе вчера говорила Значит, с тобой мы будем делить кров Да, Андрес Виктория Геррера Отлично, добро пожаловать Спасибо Андрес, что случилось? Я не нахожу последний диск, который ты купил Как дела, София? Привет, познакомься Наш квартирант Очень приятно Виктория Геррера Хосе Рафаэль Кентано Он сын Хосе Игнатио Кентано Снова вы В чем дело? Вы пришли один? Или привели взвод полиции, чтобы учинить новый погром? Нет, нет, сеньора Я пришел один Пришел сообщить вам плохую новость Даниэла Что бы это ни было, говорите сразу Ваша дочь попала в аварию Вы говорите не все, что должны сказать Вы даете частями Как будто я не в состоянии принять Любую новость В аварию Что ж Сеньор Малина Что с моей дочерью? Она погибла Погибла Это конец Конец Даниэла, моя дорогая доченька Это моя собственная смерть Господи, какая боль может быть невиновна Даниэла Даниэла Девочка моя Жизнь моя Да, это сын Хосе Игнатио Кентано Они всегда что-нибудь придумывают И ввязываются в разные истории Мама, не преувеличивай, мы с Хосе Рафаэлем Нормальные ребята Это правда Простите Андрес, ты не съездишь со мной к Крис Мэнди, чтобы отвезти книги, которые дал папа? Я ненадолго Не задерживайся Я вернусь через час До свидания Очень приятно До свидания Будь осторожен за рулем Как всегда Отец Отец только что подарил ему машину И всякий раз, когда они уезжают, я в панике Значит, этот мальчик сын синьора Кентано? Да Его сын Поверьте мне, синьора Я бы предпочел не быть носителем ужасных новостей Поверьте, я знаю, что вы чувствуете Я тоже потерял сына И знаю, что это такое Но Это часть моей работы Иногда Люди думают Что раз ты полицейский Ты ко всему привыкаешь Все кажется обычным Могу вас заверить, что нет Мне бы Мне бы хотелось вернуть вам дочь И хотелось бы Вернуть моего сына Я в вашем распоряжении, синьора Не существует Ничего Что могло бы Облегчить боль Которую я чувствую Она неизмерима Я открою Я открою Вы виноваты во всех бедах, которые на нас обрушились Вы сломали жизнь моей дочери И довели ее до смерти Мне бы хотелось знать Скажите Почему вы приносите Только несчастье И огорчение У меня нет слов Чтобы ответить вам У вас нет слов Вы Вы Своим красноречием Обманули мою дочь Сломали ей жизнь И упрятали в тюрьму За свое проклятое красноречие Вы получили награду Ее смерть Что вы делаете В этом скорбном доме Пожалуй, все, что вы сказали Это правда, синьора Наверное Я не заслуживаю Даже ваших Оскорблений Хоть вы и не верите У меня сердце разрывается Я разделяю чувства, которые испытываете вы Что вы знаете о чувствах? О разбитых сердцах? Как вы можете понять человека У которого внутри пустота? Посмотрите на меня Моя боль настолько сильна Что я даже не смогу сдержать Ненависти, которую испытываю к вам Вот, пожалуйста Это тоже Ваше творение Вы Приносите горе и смерть С вами проклятыми словами Что же это? Жаль, что ты не знаешь, синьора Кентано Как это трогательно Когда секретарша Так ценит своего шефа Видишь ли, ты Не представляешь, что это за синьор Не представляю Как тебе объяснить Кроме денег, которые у него есть Власти Приятной внешности Он еще и отличный человек Отличный человек Да Он всегда беспокоится о других Наверное, он женат Второй раз Его первая жена Лейла Прекрасный бизнесмен Но их отношения Нельзя было назвать хорошими У него Были романы На стороне Ты понимаешь? Конечно Один из таких романов Дорого ему обошелся Почему? Я тебе расскажу Но, пожалуйста Не повторяй этого в офисе Я могила Он связался С одной девушкой С которой познакомился В кафе мороженое Да Увлекся этой девушкой Но И что случилось? Она оказалась преступницей Хотела использовать фирму И влияние Синьора Кентаны Как крышу Она была втянута В наркобизнес Так тебе сказал твой шеф? Об этом все знают Было напечатано Во всех газетах Ты не читала? Да Вроде читала Но Сейчас я уже не помню детали Он был Разбит Долго не мог прийти в себя Но однажды Неожиданно женился И От этой жены У него сын С которым я познакомилась Хосе Рафаэль? Нет Это приемный сын Представляешь Какая штука Несмотря на все деньги Которые у него есть На лучших врачей Ни одна из его жен Не родила ребенка У него никогда не будет Детей Он никогда не узнает Что Диего его сын На самом деле Любая смерть грустна Но особенно смерть Любимого человека Потому что Вы меня простите Но вы любили Любили Эту женщину Сеньор Кентано Кто знает Может я все еще Люблю ее Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok